История полна загадочных событий, нераскрытых дел, запутанных обстоятельств. Что стоит за блистательными победами и великими свершениями? Кто скрывается за тайными заговорами и сокрушительными поражениями? Ответы на эти вопросы знает Дмитрий Дзибров. Неизвестные подробности, удивительные факты, достоверные источники. Всё это хранится в его секретной папке. 1983 год. Разгар Холодной войны. В США на посту президента уже второй год находится человек, который поставил перед собой цель развалить СССР. Для этой цели в ход идут любые средства. От экономических санкций до политических провокаций. Война в Афганистане, олимпийские скандалы, нефтегазовые войны. Однако все эти попытки разрушить наше государство и поставить его на колени перед Западом никак не могут увенчаться успехом. Нужна яркая провокация, в которой всему миру будет продемонстрировано так называемое варварское лицо России. В 1982-83 годах американский военный флот начинает регулярно проводить учения, нарушая при этом границы СССР. Напряжение нарастает. Угроза ядерной войны кажется ещё более реальной, чем во время Карибского кризиса. И в этот момент все информационные ленты мира облетает сенсационная новость. Советским истребителям сбит пассажирский самолёт, на борту которого находилось 269 человек. Западная пресса будто ждала этой трагедии. Начинается невероятная шумиха, а Рональд Рейган с высокой трибуны во всеуслышание называет СССР империей зла и главным врагом всего цивилизованного человечества. Почва для полной изоляции Советского Союза и нового витка гонки вооружений готова. Ничего вам это не напоминает? Спустя много лет тот же сценарий с Боингом повторится на территории Украины, и цель будет достигнута. Но об этом чуть позже. А пока... Смотрите далее в секретной папке. Трагедия в небе над Сахалином. Цепь случайности или тщательно спланированная операция? Им нужно было прощупать степень охраняющих воздушных границ Советского Союза на Дальнем Востоке. Мог ли ошибиться опытный корейский летчик? Не заметит истребитель. Это невозможно. Кто был заинтересован в этой трагедии и отправил на верную смерть 269 человек? Американцы не ответили на эти вопросы и вообще не хотят на эту тему разговаривать. Почему западная пресса не стала дожидаться результатов расследования? Это один из достаточно эффективных приемов информационно-психологической войны. И уже весь мир знает, что мы плохие. Сенсационные свидетельства в эксклюзивном интервью водолаза, поднимавшего обломки сбитого самолета. Я четко знаю, что людей мы не нашли. Их не было. Сбитый над Украиной малазийский Боинг – провокация по старому сценарию. Цель та же – дискредитировать не СССР, а Россию нынешнюю. Гриф секретности с этой историей не снят до сих пор. Почему засекречены советские документы? Понять можно. Там ведь коды и схемы размещения объектов ПВО. А вот почему на те же 50 лет положены под замок все документы, связанные с трагедией сбитого Боинга в Соединенных Штатах Америки и Японии – загадка. Ну что ж, попробуем разобраться. И в том, как это гражданское воздушное судно попало в прицел советского истребителя. Ну и также и в том, что оно, это судно, делало над секретными советскими базами. И сообщение ТАСС от 2 сентября 1983 года. В ночь с 31 августа на 1 сентября сего года самолет неустановленной принадлежности вошел в воздушное пространство СССР. Поднятые навстречу истребители ПВО пытались оказать помощь в выводе его на ближайший аэродром. Однако самолет-нарушитель продолжил полет в сторону Японского моря. Позднее выяснилось, что нарушителем стал Боинг-747 авиакомпании Кориен-Аирлайнс, который совершал рейс Нью-Йорк-Сеул с посадкой для дозаправки на Аляске в Анкориджи. Проведенное тогда же по горячим следам дознание выявило, что в Анкоридже самолет задержался гораздо дольше, чем это было необходимо по техническому регламенту. В Анкоридже его загнали в ангар. Что делали с его мозгами, с компьютерами? Кто этим занимался? На этот же вопрос нет ответов. Американцы не ответили на эти вопросы и вообще не хотят на эту тему разговаривать. Что происходило в Анкоридже во время дозаправки, когда Боинг задержали на 40 минут дольше положенного времени? Были ли внесены изменения в бортовые компьютеры? Или пилот корейского Боинга получил особые инструкции от американских кураторов? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, так как все материалы по этой катастрофе засекречены до 2033 года. Но абсолютно ясно одно. Если до Анкориджа рейс 007 Нью-Йорк-Сеул проходил четко по плану, то после дозаправки все резко изменилось. После дозаправки на Аляске самолет поднимается в воздух и берет курс на Сеул. По официальным данным, на его борту 23 члена экипажа и 246 пассажиров, из них 23 ребенка. Взлет проходит нормально, но лайнер практически сразу начинает уходить в сторону от своего обычного маршрута. Однако американские диспетчеры, которые ведут рейс, ничего южнокорейским пилотам об этом не сообщают. Почему? Американцы страшно не любят одного документа, связанного с этой ситуацией, когда на одном из пунктов управления на Аляске один из членов дежурной бригады сказал, ребята, смотрите, там кто-то ушел с маршрута и приближается граница русских. Могут быть неприятности. Однако и это никакой реакции ни у кого не вызывает. Сообщившему подобное по каким-то причинам не поверили. Но на маршруте установлены специальные контрольные точки, над каждой из которых рейсовые самолеты обязаны фиксировать свое положение и докладывать об этом наземных. А наземная служба, в свою очередь, строго контролировать их прохождение. Соответствующих докладов от южнокорейского Боинга нет, но и после этого американские диспетчеры ничего не предпринимают. Почему? В силу каких-то непонятных обстоятельств нет такой возможности. Или, быть может, все чего-то ждут? Вот если хотели, они поправили бы его давно. Ну, значит, не хотели. Но это уже вопрос политики, дипломатии. Политическая ситуация на этот момент накалена до предела. Противостояние США и Советского Союза приближается к опасному рубежу. Америке необходимо завершить тщательно выстраиваемый образ врага и одновременно добиться военного превосходства. Увеличение бюджета на военные нужды становится самым актуальным вопросом в Белом доме. И 1 сентября США проводят ядерные испытания в Неваде. И в этот же день корейский Боинг отклоняется от заданного маршрута и входит в воздушное пространство СССР. Советские диспетчеры пытаются связаться с самолетом-нарушителем по радио на международной аварийной волне. Но Боинг молчит. Тем не менее, приказа на то, чтобы его сбить, так и не поступает. Кореец проходит над Камчаткой с советскими сверхсекретными военными базами. Моментально срабатывают все системы ПВО. После чего Боинг беспрепятственно покидает советскую воздушную зону. Вспомните 88-й год, когда в территориальных водах Ирана был сбит ракетами крейсера американского иранский самолет. 290 пассажиров погибло, 16 детей. Но никто никакой шум не поднимал. Более того, американцы не оправдывались. Они сказали, что вот показалось, им показалось, что он летит в их сторону, и они его сбили. А мы несколько часов еще совещались, думали, что с этим делать и как поступить. Ситуацию изменил тот факт, что вскоре радары советских ПВО регистрируют появление в небе рядом с корейским Боингом американского разведывательного самолета РС-135. В какой-то момент эти два воздушных судна сближаются настолько, что их и без того, по сути, идентичные сигналы на экранах радаров сливаются. Почему идентичные? Дело в том, что РС-135 в свое время создавался на базе Боинга. Около 10 минут самолеты идут вместе, путая следы, действуя с подозрительной синхронностью, словно два актера, которые заранее тщательно отрепетировали свое выступление под руководством опытного режиссера. Вот эти признаки тоже указывают на разведывательную операцию. Им нужно было прощупать степень охраняемости воздушных границ Советского Союза на Дальнем Востоке. А интересов у них было много. На подходе к границам советского воздушного пространства гражданские и военные самолеты вновь расходятся. Но с этого момента операторы советских систем ПВО перестают понимать, где сигнал от пассажирского Боинга, а где от самолета-разведчика. Более того, они глубоко убеждены, что самолет, который начинает углубляться в советскую воздушную зону, совершает разведывательный рейс, а тот, что резко отворачивает в сторону, заблудившийся пассажирский Боинг. Не удается развеять это заблуждение и советским летчикам, которые подняты на перехват с Сахалина. Находясь в кабине самолета Су-15 с ограниченным обзором, это же не автомобиль, со всеми окнами, и на тех скоростях, которые он летает, это примерно 900 км в час, определить, какой тип, мгновенно невозможно. Советский истребитель-перехватчик, коллотируемый Геннадием Осиповичем, следуя приказам Земли, довольно долгое время летит рядом с нарушителем так близко, что его невозможно не заметить из кабины. Но реакции на его движение, даже на стрельбу из пушки, параллельным курсом нет. И только когда все способы исчерпаны, с Земли поступает приказ нарушителя уничтожить. В нашей секретной папке имеется видеозапись. На ней Анатолий Михайлович Корнуков. Сегодня его нет среди нас. А в 83-м году он командовал 40-й истребительной дивизией Дальневосточного военного округа. Именно он дал команду Геннадию Осиповичу на уничтожение самолета-нарушителя. Посмотрим, что он рассказывал. Что происходило после того, как самолет Геннадия Осиповича догнал самолет-нарушителя. Летчик доложил о готовности ракет к пуску. И какая-то небольшая пауза. Он должен был, вообще-то говоря, выстрелить еще на той стороне Соколина, с востока, когда шел. События оттуда начали развиваться. Но не выполнил. Почему же пилот не выстрелил по нарушителю сразу? Дело в том, что он ждал хоть какой-то реакции на свои действия. И она последовала. Но совсем не та, что предполагал Осипович. Самолет-нарушитель неожиданно стал отрабатывать маневр уклонения и сбрасывать скорость, доведя ее до 400 км в час. Сброс скорости – это самый простой способ ухода от истребителя. Мы, естественно, проскочили. Если я проскочил, шансы потерять цель большие. А в воздуховом океане найти эту щепку не так просто. Почему западные журналисты не дождались результатов расследования катастрофы? Технологии информационных войн. Как создать идеальный образ врага? Рейс 007 Нью-Йорк-Сеул – пассажирский, разведывательный. Что скрывают американцы, засекретившие все данные по сбытому Воингу на 50 лет? Попытки связаться с самолетом-нарушителем по радио по-прежнему тщетны. В этот момент исчезают последние сомнения в том, что в небе враг, который успешно вскрыл советскую систему ПВО, заставив ее сработать полностью, а теперь пытается уйти от ответственности. Я отдал команду, раз не выполняет, значит, подтверждаю. Уничтожит ракеты. Летчик вынужден был выполнить вираж с форсажом, с тем, чтобы зайти в заднюю полусферу самолету, пуск разрешен, и он залпом выстрелил. Ракеты попали в цель. Самолет начал падать, кружась вокруг своей оси, и в итоге рухнул в море в проливе Лаперуза, уже за границами советских внутренних вод. Леонид Григорьевич Ивашов хорошо помнит, как потрясла советское руководство новость о сбитом пассажирском лайнере. Сенсацией было большой и большой трагедией. Я это видел, ощущал. Шок был и в Министерстве обороны, и у Устинова Дмитрия Федоровича. Совещание за совещанием. Почему так произошло? Почему не смогли наши радиационные и радиотехнические средства идентифицировать вот именно пассажирский самолет? А тем временем все западные средства массовой информации, и в первую очередь американские, на весь мир гневно негодовали по поводу звериной жестокости советов. Никто из журналистов не пытался разобраться в сути происшедшего, зато все сразу же начали предъявлять обвинения, завершая с подачи американцев создание образа страны-монстра. Так что к 6 сентября, когда в СССР была собрана пресс-конференция, общественное мнение на Западе уже было сформировано. Мы говорили одно, а весь мир слышал другое. В 6 часов 2 минуты местного сахалинского времени самолет-нарушитель, резко изменив курс, предпринял обход позиций наших зенитных ракетных частей. Сомнений не оставалось. В воздухе разведывательный самолет. Была предпринята последняя попытка посадить нарушителя на аэродром, для чего в 6 часов 20 минут местного сахалинского времени были даны 4 очереди предупредительных выстрелов из пушек трассирующими снарядами. Никто не стал прислушиваться к словам о странном поведении самолета-нарушителя. К тому, что мы до последнего пытались решить вопрос мирным путем. Зато особое внимание привлекло одно единственное слово – трассирующее. Дело в том, что трассирующих снарядов у Геннадия Сиповича не было, и стрелял он обычными. Разница существенная. Трассирующие снаряды потому так и называются, что оставляют за собой в небе яркую, светящуюся трассу. В то время как обычные такого эффекта не дают. Эта неточность в указании снаряда советской стороной вызвала большой резонанс. Западная пресса на весь мир объявила, раз Советы врут в мелочах, они врут и во всем. А между тем политическая ситуация на планете уже балансировала на грани между войной и миром. Давайте вспомним, что это была за эпоха. Поднимем архивы. В разгар холодной войны нарушения воздушных границ СССР были излюбленным способом провокации. Вот только несколько событий того же года. В марте-апреле три американских авианосца с кораблями сопровождения провели трехнедельные учения в районе Алиутских островов. При этом военные самолеты неоднократно оказывались в воздушном пространстве СССР. 4 апреля 1983 года шесть американских штурмовиков А-7 «Корсар» имитировали авиаудар по острову Зеленый на Курилах. Это уже был прямой вызов. Им важно было знать не только, где мы ставим средства ПВО, им важно было посмотреть, где мы там ставим систему предупреждения о ракетном нападении, а заодно им надо было посмотреть, в каком состоянии находятся наши атомные подводные лодки, где находятся корабли и так далее. Прямая аналогия с полетом корейского Боинга. 1 сентября 1983 года над советскими секретными базами над Камчаткой. Только теперь это была не просто провокация, а по сути захват заложников. В СССР сразу стали говорить о спланированной разведывательной акции. Без заявления советского правительства от 6 сентября 1983 года. Речь идет о преднамеренной, заранее спланированной акции в стратегически важном для Советского Союза районе. Ее организаторы не могли не понимать, чем может все это закончиться. Но шли на осуществление крупной разведывательной операции с использованием, как теперь выясняется, гражданского самолета, сознательно подвергая смертельной опасности его пассажиров. Расследованием трагедии сбитого самолета занималась Международная организация гражданской авиации ИКАО. Ее вердикт был таков. Всему виной человеческий фактор. Ошибка пилота. Но есть один нюанс. Командир южнокорейского Боинга был слишком опытным для того, чтобы совершить такую ошибку. Из личного дела пилота Боинг 747 Чан Бен Ина. 45-летний командир рейса 007 Чан Бен Ин в 1971 году ушел в отставку с действительной службы в южнокорейских ВВС в звании полковника. В следующем 1972 году он поступил на службу в авиакомпанию «Кориан Эрлайнс», в которой налетал 10 627 часов. Не каждый командир корабля похвастается 10 тысячами часов налета. Причем половина, по-моему, из них он только летал по этому маршруту. Нью-Йорк, Анкорич и Сеул, да? И вот эта команда, там опытнейшие летчики, они включили автопилот и пошли бухать, что ли, извините за выражение, а? Неудивительно, что версия ИКАО сразу вызвала массу сомнений. Как следствие, стали появляться альтернативные варианты. Первый и самый дикий. Самолет не был сбит, русские посадили его на Сахалине, а пассажиров расстреляли и сожгли в крематории. Авторами версии, как нетрудно предположить, были журналисты, американские. Их выдумка была настолько дикой, что рассматривать ее всерьез никто, естественно, не стал. Но она прекрасная иллюстрация того, какими методами в те годы велась в США и в мире антисоветская пропаганда. Если говорить о многообразии версий, вы знаете, это один из достаточно эффективных приемов информационно-психологической войны. И уже весь мир знает, что мы плохие. Поэтому версия, что они посадили этот самолет, а всех пассажиров и экипаж вывели и расстреляли. И, знаете, значительная часть принимает. Дальше там еще было, ну, чуть ли не газами мы там травили и так далее. Еще одна версия принадлежит французскому исследователю авиакатастроф Мишелю Брюну. В подготовленном им официальном докладе говорится, что 1 сентября 83-го года воздушное пространство СССР нарушили 9 самолетов. Впоследствии они уничтожены силами ПВО страны. Также Брюн утверждал, что южнокорейский Бойн 747 сбил не советский истребитель, а кто-то другой, да и вообще по случайности. В качестве доказательств он приводил результаты собственных истретий. Так вот он утверждал, что на берегах Японии он находил обломки самолета, которые могли принадлежать боевой машине, а отнюдь не гражданскому судну. Ну, конечно, эту версию считают маловероятной, поскольку если бы такой воздушный бой состоялся, его просто было бы невозможно утаить. Отбросив в сторону явно надуманные, не имеющие отношения ни к действительности, ни к здравому смыслу предположения, обратим внимание на третью версию. Она многое может объяснить. А именно, на борту южнокорейского Боинга находился лишь усиленный экипаж из 23 человек, а пассажиров не было вовсе. Зато грузовой отсек перед вылетом забили вещами, которые должны были после имитировать багаж погибших людей. Для того, чтобы расследовать эту версию, нам необходим был непосредственный участник событий, который мог бы точно сказать, как все было на самом деле там, на дне Тихого океана, куда упал самолет. К счастью, мы смогли найти такого свидетеля. Григорий Николаевич Матвиенко – один из тех, кто работал над подъемом останков сбитого Боинга. Смотрите далее. Специально для секретной папки. Сенсационные свидетельства в эксклюзивном интервью водолаза, поднимавшего обломки сбитого самолета. Что на самом деле было обнаружено на месте кружения. Операция по поиску сбитого самолета осложнялась тем, что упал он в нейтральных водах, куда имели доступ все заинтересованные стороны. А потому десятки кораблей кружили в предполагаемом квадрате. Когда мы туда прибыли, на предполагаемое место, убедились, что это место именно оно и есть, ночью вокруг нас был город от огней. Чуть ли не сотни кораблей. Американцы, японцы, корейцы, все были вокруг. Ждали долго, наверное, около месяца ждали, я не знаю. А, пока искали Боинга. И, наконец, его нашли. Он лежал на глубине 174 метра. Однако, спустившись под воду, акванавты увидели вместо более или менее целого корпуса свалку из кусков железа и разбросанных вещей. Так что же именно удалось найти на дне? Были ли люди на борту или правы те, кто утверждает, самолет шел без пассажиров? Я до сих пор этого не знаю. Потому что, представьте, сбит пассажирский самолет. Почти 300 человек на нем было. А мы не нашли. Обломки были, вещи были, чемоданы были. Первый раз вот я увидел останки человеческого тела. Работал со своим напарником и смотрел, что это разглядывает. Ну, думаю, нашел, наверное, ящик. А под водой человек невесом. И практически я летел низко-низко-низко над грунтом. И лицом, прямо маской, ну, стало немножко жутковато. Наехал на руку. Тут же назад от нее, ну, жутковато. Володя Костоков нашел скальп человеческий. Ну, и человеческое тело без головы, без рук. Просто куртка. И из куртки по течению развивались внутренности. Найденных останков было так мало, что акванавты утвердились в версии, в самолете был лишь экипаж. Но в жесткое противоречие с этим предположением вступает простой факт. Родственники погибших пассажиров не могли так синхронно и так талантливо сыграть свою скорбь. Их родные действительно погибли. Куда же делать большинство тел? Быть может, останки людей съели морские обитатели? Живности там было действительно очень много. Под ногами у акванавтов был просто ковер из рачков. Но были твари и покрупнее. В один момент шел над грунтом. И вдруг почувствовал удар в бедро. Сильный удар. Выхватываю нож, оборачиваюсь. И вижу, представляете, рыбу рук не хватит показать. У меня уже так это выдохнул. И ласты на нее махнули. Кыш! Она начала открывать рот. Никогда не подумал. Вот такой рот. Но при открывании он становится, наверное, со спасательный круг. Именно круглый. У меня ласта туда входит. Думаю, не дай бог, откусит. Но в конце концов она отплала в сторону. Все, что казалось важным для дальнейшего расследования, всю электронику, все приборы, все, что внешне походило на черные ящики, акванавты складывали в специальные клетии. Они поднимались наверх и изучались уже там, на поверхности, где был намертво заякорен совершенно уникальный корабль под названием «Михаил Мирчинг». Это была плавучая буровая, обладавшая способностью стоять в заданной точке над тем или иным местом на дне. Таких кораблей в СССР было всего три. Акванавты работали долго и кропотливо. В результате был поставлен рекорд Советского Союза по длительности пребывания на дне. Безусловно, это не могло не отразиться на здоровье подводников, работающих в сложнейших условиях. В барокамере мы находились больше 31 суток. Примерно, я точно уже не помню, 31 сутки 10 часов. Да, это действительно было очень долго. Когда начинается даже в барокамере повышать давление, слышно, как потрескивают зубы. То есть давление, конечно, влияет на человеческое тело, никуда от этого не уйти. Но задача была поставлена, надо было работать. Мы работали. Результаты поисков не смогли пролить свет на причины трагедии. Все оборудование оказалось разбито. А, следовательно, оказалось невозможным установить, были ли внесены в него какие-то изменения в том самом ангаре, куда корейский «Боинг» загоняли после того, как он совершил посадку для дозаправки в Анкориджи, и где он провел достаточно длительное время. Что до записи черных ящиков, то они были совершенно невинными. Все выглядело так, будто пилоты летят в штатном режиме. Но разве подобное возможно? Если исходить из технической оснащенности и подготовленности пилотов, это были высокообразованные специалисты. И речь о том, что заблудился или что-то делал, тут и быть не может. Но если непрофессионализм пилотов исключается, то что же тогда остается? Может ли быть так, что Южная Корея использовала свой пассажирский самолет для участия в американской разведывательной операции? Звучит дико. Кто стал бы так рисковать жизнями сотен людей? Однако самое любопытное во всей этой ужасной истории то, что такого рода полет был не первым. Чтобы рассказать об инциденте, случившемся в Неме над нашей страной несколько ранее, в 1978 году, мы вновь будем использовать видеоархивы из нашей секретной папки. Это Владимир Сергеевич Дмитриев. В 1983 году он командовал войсками ПВО Дальневосточного военного округа. Но сейчас нам важнее даже не это, а другое. Ранее он командовал 10-й отдельной армией ПВО, защищавшей Северный военный округ. А почему нам это так важно? А вот почему. Именно там был сбит еще один пассажирский Боинг, нарушивший границы СССР. В этот день, ну, ничего, никаких особых таких событий не было. Я провел учение с дивизии, архангельской дивизии ПВО. И в 8 часов вместе с начальником штаба на одной машине выехали с КП дивизии домой. И, наверное, единственный я из командующих ПВО, который управлял боевыми действиями с квартиры. Только зашел в коридор, в квартиру, я снял один рукав шинели, звонок. Снимают руку оперативный дежурный, полковник Самойлов, оперативный дежурный армии докладывает, товарищ командующий, на дальности 300 километров обнаружен самолет. Но самое поразительное в этой истории то, что этот самолет принадлежал той же самой южнокорейской компании, что и сбитой в 1983 году над Сахалином. И опять-таки летел он конкретно в сторону наших секретных военных баз, где были размещены атомные подлодки Северного флота. И опять советский истребитель-перехватчик мелькал на расстоянии 50 метров от пилотской кабины, чтобы привлечь к себе внимание и принудить нарушителя к посадке. Эти маневры увидели даже пассажиры. Потом они долго будут говорить об этом. Не заметил их лишь экипаж. Не может этого ли это не заметить. Потому что мы, если перехватываем цель, мы должны выйти с правого бока вперед, покачать крыльями и сказать, вы нарушитель. И при этом случае они должны технически перейти на аварийную, международную частоту на связь. Эта частота, 121,5 МГц, известна во всем мире. Это официально установленная частота для радиосвязи в аварийном положении. Именно на ней передают сигналы СОС. Но ни в 1978 году, ни в 1983-м корейские пилоты так на нее перейти и не соизволили. Если они даже на эту частоту не перешли, то это говорит о том, что они уже знали, что они нарушители. А не заметит истребитель. Тем более на этих высотах идет инверсия. Инверсионный след очень мощный. И не заметит трассу, это невозможно. Мы же с земли видим, как самолет летит. Даже без инверсии. Дети видят. А так, чтобы летчики не видели пилота, это невозможно. Капитан Боссов на Су-15, который первый, значит, вышел на эту цель, несколько раз выходил вперед эволюциями, сигналами, давал команду ему следовать за ним. Мы засветили несколько аэродромов на Кольском полуострове, чтобы обеспечить ему посадку. Он не выполняет. Уходя от советского Су-15, Боинг резко свернул на запад и направился в сторону Финляндии. И тогда Владимир Дмитриев, стоя в коридоре своей квартиры в полуснятой шинели, отдал приказ нарушителя сбить. Авиакатастрофы по одному и тому же сценарию. Почему все данные об этих трагедиях держатся в строжайшей тайне? Что скрывают США засекретившие свидетельства по сбитому Боингу? Вслед нарушителю были выпущены две ракеты. Попадание было филигранным. Но куда более поразительными оказались действия командира южнокорейского лайнера Ким Чанг Кью, который умудрился посадить машину с оторванной частью крыла и продырявленным фюзеляжем на замерзшее озеро в Карелии. Командиром экипажа был полковник, бывший военнослужащий, участник войны во Вьетнаме, который 10 лет летал на этих Боингах, и он не мог поменять курс, заблудиться на тысячу километров и лететь на территории, где проводятся учения наши, учения Северного флота. Не правда ли? Очень знакомая картина. Пилот-профессионал, наглое нарушение границы пассажирским самолетом. Жертвы. Два пассажира погибло, 11 было ранено. Все в точности так, как и в 1983 году. Вот только финал у той второй авантюры в небе над Сахалином оказался куда более трагичным. Погибло уже не два человека, а более двухсот. Как и в 2014 году, когда ракета, выпущенная кем-то так и не установленным с территории Украины, сбила пассажирский Боинг компанией «Малайзия Эрлайнс». Число жертв 298 человек. Опять сбитый пассажирский самолет. Опять основанные на недостоверной информации громкие выводы. Опять массированная атака со стороны западной и в основном американской прессы на Россию. Цели и достигнутые результаты тоже как под копирку. Дискредитация нашей страны, санкции, попытка изоляции и усиление военного присутствия США. Малоизвестный факт. После того, как в 1983 году был сбит южнокорейский Боинг, американский конгресс, который до этого колебался увеличивать или нет военный бюджет страны, тут же, всего через 15 дней, дал на это свое согласие. Палата представителей Конгресса США 15 сентября одобрила 266 голосами против 152 законопроект о ассигнованиях и полномочиях в области обороны на 1984 год в размере 188 миллиардов долларов, который предусматривает разработку и накопление нового поколения межконтинентальных баллистических ракет и химического оружия с нервно-паралитическим газом. Стоит пояснить, что именно этот законопроект, принятый на волне страха перед СССР, сразу после того, как над Сахалином был сбит пассажирский самолет, обеспечил осуществление фактически всех военных программ администрации Рейгана, включая и размещение американских ракет в непосредственной близости от советских границ. Именно трагедия со сбитым южнокорейским Боингом стала причиной того, что в конце 1983 года Западная Европа дала согласие на размещение на своей территории американских крылатых ракет наземного базирования и ракет Першинг-2. Реакция на сбитый над Украиной в 2014 году малазийский Боинг была поразительно схожей. США обвинили Россию в преступном и злонамеренном нападении на мирный пассажирский лайнер, а испуганная Европа в ответ увеличила американское военное присутствие на своей территории. То, что произошло с малазийским Боингом над Украиной, это и есть продолжение вот той операции с южнокорейским Боингом. Цель та же – дискредитировать не СССР, а Россию нынешнюю. Это один к одному повтор. Только в данной ситуации заложник оказалась Украина. По одному сценарию. Понимаете, ведь американцы, постоянно у них висит спутник в том районе. Они все прекрасно это видели, кто запустил ракету. Но они не показывают эти снимки. Сегодня эти свидетельства скрыты от мира. Так же, как они были скрыты и 33 года назад после катастрофы с южнокорейским Боингом в 1983 году. Что в очередной раз позволяет говорить о тщательной спланированности этих операций. Иначе зачем все данные об этих трагедиях держатся в США в строжайшем секрете, который они не торопятся открывать? А просто правда не нужна никому. Она не нужна была в 1983 году. И вряд ли она будет нужна в 2033, когда пройдут 50 лет секретности. Собственно, в наших архивах ничего, кроме давно уже устаревших кодов к системам ПВО, и не осталось. В период правления Бориса Ельцина Южной Кореи и ИКАО были переданы не только черные ящики, которые достали наши водолазы с дна пролива Лаперуза, но также и все архивные документы. А вот будет ли известно что-нибудь сенсационное из материалов, которые сейчас засекречены Соединенными Штатами Америки и Японии? Честно сказать, у меня на этот счет надежд мало. Субтитры создавал DimaTorzok